Всем привет, друзья! В сегодняшнем видео я хочу с вами не на какую-то конкретную тему говорить, а вот про что-то такое в общем. Как говорит мой друг, с ним видео разговорное. Вот и попробуем. Значит, затронуть я хотел бы такую тему, как всякое барахло в оружейной миниатюре. Как вы уже, наверное, заметили, большая часть моих самоделок всяких, она базируется не на каком-то конкретном примере там и так далее, а, ну, я делаю так из того, что у меня есть. То, что я хочу сделать, и выходя из того, что у меня есть. И вот у нас, ну, например, пистолетик под пистоны сделан полностью из ненужного металла, какие-то кусочки я отбирал, еще что-то, и из этого сделал вот такой пистолетик. Ну, понятно, нужно было приложить усилия, вырезать, выточить, сложить, но большую часть, ну, часть его сборки вы видели на канале, знаете, о чем я говорил. Так же, вот, например, пистолетик Гранд Канонир, он полностью сделан на базе того, что мне попалось, что я нашел. Я нашел вот такой стволик, это, скорее всего, от одноразовой сигареты, какая-то трубочка или еще от чего-то. И на базе него я себе представил, что я буду делать, как я хочу, чтобы оно выглядело, и получился вот такой вот интересный футуристический пистолетик. Многофункциональный, он заводится, стреляет. Я хочу про него снять более такое подробное видео, у меня есть коротенькое такое. Так же, вот, например, есть у меня, ну, я про большинство еще своих поделок не снял видео, так как не знаю, нужны они или нет. Они уже более такие, не конкретные, а просто, знаете, может, когда-нибудь сниму, а может, в этом оно посмотреть будет. Это такая вот подставка под карандашик и пластик, ну, или под ручку. Интересная такая в виде буржуйки. Не знаю, догадаетесь, из чего она сделана или нет. Это вот кран-буксы. Вот здесь у меня лежит кусок кран-буксы. Я здесь сточил под круг, убрал эту резьбу, все убрал, и получилась вот такая буржуйка с держателем под дрова. Вот такой вот пластинки латунной. Вот. Так же, ППС миниатюрный, ну, он больше по латуне сделан. Только, может, этот затвор и целик с мушкой. Ну, все же тоже. Потом, вот такие кулончики, всякие разные другие. Ну, древнерусские топорики такие. Ну, более старославянские, да, не древнерусские. Тоже могу снять видео, если интересно. Вот зажигалка бензиновая по типу окопного творчества. Я делал ее полностью на свечи, паял, чтобы воспроизвести весь процесс, ну, в идеале, как он мог быть во время Второй мировой войны Великой Отечественной. Вот в окопе, грубо говоря. Она сейчас не работает. Что-то я убрал из нее кремушек, и она заедает. Не получается как-то у меня сделать эти самые бензиновые зажигалки. Ну, тоже видите. Здесь у нас форсунка от плитки. Здесь, ну, понятно, гильза, пуля. Это у нас болт какой-то там с отверстием. Трубочка от холодильника. Болтик зажимной, цепочка. Короче, из барахла, из хлама сделано, грубо говоря. Ну, как и полагается, к опному творчеству. Еще множество всякого разного у меня есть. И сегодня я хочу вот показать такие детальки. Может, они вам вдохновением послужат. Может, что-то придумаете, сделаете и так далее. Вот. Возможно, мне что-нибудь подскажете, какие-то свои идеи. Что можно вообще с этого сделать будет. Ну, и так далее. Диапазон откуда брать просто неимоверный. Здесь есть и от очков вот такие зависы. Их можно использовать, не знаю, на переломных оружиях каких-то. На дверях, калитках. Я без понятия, зачем мне это. Но я знаю, что когда-нибудь я это использую. Там вот у меня есть от шприцов советских. Фрагменты от иголок. Прям целая куча. Видите, они такие интересные. Свои формы мне понравились. Они из латуни. Я их навыколупывал целую кучу. Думал вот такую мебель делать. Для кукольных домиков, миниатюрную. Это должно быть быльце от кровати. Такая кроватка должна была быть. Ну, интересно же, да? Ну, как-то не вышло. Здесь, ну, там не сильно интересно. Вот. Потом вот из зажигалок. Я вот пробовал делать такие патрончики из зажигалок. Как раз таки под Гранд Канонер. Они хорошо подходят. Вот идеально прям, да? Закраина. Гильза. Ну, капсюль вот я делал из баклажки алюминиевой. Раз. Вошло. Видим, да? Не пробит. Заряжаем. Стреляем. Стреляем. Вмятина. Я делал даже видео, как я делаю такие патрончики. Пробовал стрелять. Один стрельнул. И все. Не получилось. Идея. Возможно, потом сделаю. Может, бертолетовая соль плохая или еще что-то. По теме зажигалок есть здесь клапана у меня всякие разные. Ну, интересные. Интересно латунное я представляю. Не вообще в виде мин таких своеобразных целых нет. Ну, интересно, да? Можно какую-то ракетницу сделать. RPG миниатюрная. Не знаю. Я это все сохраняю. Оно лежит у меня в таких коробочках всяких разных. И ждет своего времени. Также вот всякие рычажки клапанов, чтобы открывать. Турбо-форсунки с керамикой. Вот здесь тоже от клапанов всякие детальки. Тоже вот миниатюрные. Миниатюрные гильзочки. Возможно, сниму видео, как из этого тоже сделать. Патрончики. Ну, интересно, да? Потом алюминий всякий. Не знаю. Просто все на кучу. Подшипники вот такие интересные есть здесь. Миниатюрные всякие разные. Это от CD-ROM, от DVD-ROM и так далее. Фокуса нет. Слишком много всего. Ну, вот прекрасные такие миниатюрные подшипники, да? Всякие группы подшипниковые. Ну, не знаю. У меня есть. Для чего-то они будут использованы. Потом вот от ANTEN тоже интересные вещи такие. Это можно использовать как зависы, опять-таки, или как для ствола, чтобы он фиксировался, переламывался как-то. Потом вот выпаленные конденсаторы. Они напоминают собой бидоны для воды и молока советские всякие. Очень прям. Мне нравится. Можно использовать так. Потом коннекторы для электроники. Можно там стволики вставлять, еще как-то фиксировать что-то. Пружинки все различные вообще показывать не буду. Здесь вроде бы все такое поинтересному. Потом, ну, в недавнем видео я показывал вот такие пламя-гасители для миниатюрного оружия. Можно использовать, чтобы прикрасить как-то. Ну, согласитесь, да? Так интереснее будет. И вот вообще. Бомба получается. И он действительно будет работать. Дульный тормоз. Точнее. Я хочу снять видео. Только пистонов пока нет. Это из-за разовых сигарет всяких. Много-разовых. Здесь у нас такой ящичек с сеточками всякими. Вот по типу можно делать таких брелочков всяких, да? Использовать. Потом ниппеля всякие, клапана, шин, ну, камер. Потом от розеток, вот такие от вилок, точнее штучки я показывал, как делать фиксатор ствола на пистолетике. Вот это рукояточка. Вот целая куча всяких латунных, алюминиевых, медных, бронзовых втулочек. Вот, как я уже показывал, кран-бухта, муфта для всяких подставок. Это вот замок распиленный. Из него что можно сделать? Из него можно сделать... Я его распилял просто. Из него можно, во-первых, получить кусочек двухмиллиметровый или даже двух с половиной латуни. Нагреть, расковать. Очень хороший получится. Вот цилиндр такой латунный. Потом здесь еще. Ну, интересно очень, да? Всякие заготовки, чтобы точить латунь. Трубочки всякие. Тоже для миниатюрного оружия и так далее. Даже вот зажимы от ручек. Можно сделать арбалетик миниатюрный. Много видео есть. Ну, не знаю. Они меня не впечатляют, поэтому они ждут свое время. Ну, видео про арбалетик не впечатляют. Прям множество и множество всего там есть. Такие вот коробочки. Здесь у нас шарики миниатюрные. Здесь у нас колечки всякие латунные. Здесь заклепки интересные. Можно приукрасить какую-то модельку пистолетика. Или еще что-то. От коллекторов моторов такие. То ли коньки миниатюрные, то ли гусеницы. Но что-то можно придумать. Латунь всякая разная. Там штифтики. Вот миниатюрный пулемет Максима, грубо говоря. Немножко доделать. Это от резистора переменного. Даже вон щиток есть. От стартеров, от тех самых турбозажигалок. Такие штучки есть. Интересные, как на паровозах каких-то. Или еще куда-то можно использовать. Также вот интересно. Крышечки от предохранителей советских и современных. Их можно использовать. Я смотрел как пистоны, только помощнее. Сюда также закладывается бетлетовая соль. И ними стреляют. Как древними капсулями. 17 века, 18. Это у нас джеки. Вот наушников. Чем вам не снаряд от фауст-патрона? Трубочки всякие миниатюрные и так далее. Здесь у меня самая интересная такая коробка. Здесь заготовки всякие для пистолетиков. Эти зависы. Трубочки для... Трубочка ампуломета. Хотел делать советский. Латунь всякая. Такие рычажки какие-то. Пружинки. Ну, очень много интересного можно сделать. Даже как детали декора. Вот это тоже от вилок, только современных. Можно сделать ракеты. Вот она полая в середине. Можно насыпать серый. Вот заготовка от пистолета. Пистолет от спичкострела. Потом трубочки всякие. Капсюля. Использованные. Такие зажимы всякие разные. Это вот от пускателя магнитного. Можно использовать как курок для пистолетика. Также, что здесь еще есть? Вот такие интересные нажимные пластинки от кнопок. Не знаю, куда можно придумать. Мину какую-то миниатюрную. Вот заготовка тоже на пистолетик. Прекрасная. Такая. Я делал когда-то. Множество всяких вот таких интересных цилиндров, трубочек, стволиков. Просто бесконечно. Такие коннекторы на пулемет какой-то можно поставить. Вот тоже вилка. Вот прям как головка снаряда. Миниатюрного. Сверла обломанные и так далее. Тоже пригодятся когда-нибудь. Пробовал делать из монетки пистолетик 5 копеек. Не получилось, к сожалению. Ну, короче. Всякого-всякого здесь барахла. Вот хочу сказать, что первая моя модель такая полноценного оружия. Это ППД 3438. Он был сделан как раз таки из всякого такого хлама. Сейчас покажу. Значит вот, да. Ну, прекрасная моделька для начала. Идеальный он вообще. Прям работает, разбирается. У меня тоже есть про него. Видите, можете посмотреть. Он сделан из хлама. Полнейшего. Просто какие-то болтики. Кругляшки, трубочки всякие разные. И так далее. Но он выглядит, ну. Хорошо. Вот затвор я пробовал делать от трубочек для холодильника радиатора. Прям полноценный такой затвор. Видите? Раз. Здесь даже пропил есть. Ну, так у меня руки не дошли. Просто брелок вот такой, да? И закрыли. А, ну. Раз. Раз. Зарядили. Закрыли. Он даже двигается, разбирается. Немного как настоящий. Тоже. На базе всякого барахла сделан. То есть, ну. Идеи черпать можно отовсюду. Реально. Вот у меня огромнейший прям чемоданчик такой есть. С всякими болтиками, крепежами и так далее. Вот это от компьютеров. Такие латунные переходники. Можно делать кулоны. Вот такой прекрасный кулон из маузера немецкого пули. Хотите, тоже сниму видео. Как сделать. Очень легко, на самом деле. Есть и другие версии. Пишите, сделаю. И здесь вот множество всяких тоже латунных деталек, шестеренок. Каких-то гайчик. Вот те самые форсунки, чтобы на зажигалку использовать. Вот эти кругляшки. Я говорил, делал из них австрийские гранаты. Вышли. Вот. Миниатюра. Вот тут самый кружок. Все видео есть на канале. Смотрите. Очень интересно. Что здесь. Потом какие-то стопорные кольца. На что там он использует. Всякие протачивать. Болтики интересные. Можно использовать куда угодно. Реально. Просто не до всего доходят руки, время и так далее. Латунные болты всякие вот такие прекрасные. Можно вытачивать детальки. Вот стволик. Вот у нас сразу под него и этот самый фиксатор. Какой-то из мусора. Не знаю. Ну, понятно. Не мусора. Я не рваюсь. А из барахла. Ну, круто выглядит. Понимаете? Вот. Это все разборки от автоматов всяких электрических и так далее. Потом от розеток, барахла всякого. Здесь у меня еще множество такого есть. Вот. Пружины от розеток, от всякого добра. Такие фиксаторы какие-то. На шкатулки идут. На все что угодно. Реально. Такие. Вот такие. Потом вот такие целые механизмы интересные. С роликами. Со всеми. Что угодно здесь есть. Вот даже можно сделать пистолетики с полуавтомата. Старо. Что хочешь, если реально. Только было бы время. Вдохновение и так далее. Еще целые кучи всего есть. То есть, друзья, ну, вот есть у меня целый ящичек такие с различными трубками. Здесь у нас и от сварочных полуавтоматов сопла. С них я тоже пробовал делать пистолетики, там, стволики. На зажигалке так же. А, на зажигалке она же стоит. Вот, да. Вот. Это. Это же деталька. Только немного резьба перерезана. Вот, значит. От холодильника, от всего, что угодно. Вот стволик прекрасный где есть, да? Несколько даже. Потом, здесь у меня целый ящик латунь. Он используется на всякую уже средневековую такую миниатюру. Потом еще и так далее. Вот такой шлем, да, из Германдбю тоже видео есть. Вот, медная такая накладочка. Потом такие миниатюрные реконструкции древних топориков у меня есть. Это топор Летоли. В Италии найденный был с замерзшим человеком бронзового века. Или даже и неолита, да. Тоже сниму видео, если интересно. Это вот из этой медной пластиночки. Всякие куски, прям, ну, вот, пистолетик сделан из вот таких обрезков латуни. Даже еще из меньших. Вот. Я сидел на коленке, его выпиливал. Потом, что еще, значит. Есть вот такой наборчик. Археологический инструмент, да. Лопата, рейка у нас есть. Щетки. Раз, два, три. И вот такой мастерок. Тоже очень интересно. Все из всякого барахла сделано, реально. А выглядит очень классно. Представительно. Вот, друзья. Так что, черпайте свое вдохновение. Отовсюду. Все пригодится когда-нибудь. Ну, конечно, не захламляйтесь. Видите, у меня все аккуратно. По всяким коробочкам и так далее. Но иногда на столе полный бардак. Вот. Всем спасибо за просмотр. Задавайте вопросы. Смотрите видео. Пишите комментарии. Удачи и пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.